Муниципальная поисково-просветительская экспедиция «Имя Славянского района» работает уже не первый год. Экспедиция охватывает исторический период с 1924 года по настоящее время. И она очень необходима, чтобы сделать более популярными славные имена известных земляков и соотечественников, которые внесли свой весомый вклад в развитие нашего района. Торжественное мероприятие по итогам поисково-просветительской экспедиции «Имя Славянского района» прошло в городском доме культуры. Сюда пришли как лауреаты, так и их родственники или представители, а также славянцы, неравнодушные к нашей истории и культуре. О Славянске на Кубани можно говорить долго. Один из самых развитых, чистых и красивых городов Краснодарского края достиг всех своих успехов благодаря горожанам, которые честно жили и беззаветно трудились и вписали свои имена в книгу истории. Главное достояние – это наши люди. Наши земляки проявили мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, вкладывали силы в период становления города, поднимали сельское хозяйство, возрождали культуру и бережно обрадили традиции. Наши сильные духом, мужественные деды и прадеды прославили подвигами свою малую родину. Отцы приумножили трудовую. Славу старших поколений! Я верю, что эту эстафету подхватит и наша молодежь. Акция «Имя Славянского района» удивительна прежде всего тем, что имена ее лауреатов выбирают сами земляки. Важно знать имена людей, которые всей своей жизнью заслужили право быть в числе лучших. Экспертным советом определены 114 лауреатов, которым присвоен почетный титул «Имя Славянского района». Среди них 45 жителей города Славянска на Кубани. Награждение проводилось по следующим номинациям. Малая Родина, Лестница Успеха, Культурное Наследие, Созидатель, Славное Имя Учитель, Милосердие, Спортивная Слава, Общественное Признание и Золотое Перо. Фронтовики и труженики тыла, строители и руководители предприятий, учителя и врачи, работники культуры и журналисты, спортсмены и тренеры на сцену поднимались действительно те, кто заслужил это право быть в числе лучших. У меня нет слова, восхищения, благодарности, признательности всем, кто заметил мой скромный труд, тот, кто внес меня в число номинантов. И, конечно, спасибо всем, кто вообще принимал участие в жизни, в становлении меня как человека, потому что, конечно же, я просто понимаю, что это большой-большой труд всех, начиная, наверное, с АЗО, с учебы и заканчивая каждодневным трудом. То есть это труд моего коллектива и труд всех людей, которые рядом со мной. То есть спасибо огромное за признание. Не были забытые славянцы, которых уже нет с нами, но память об их добрых делах живет. В номинации «Милосердие» была награждена фронтовик-врач, майор запаса медицинской службы Клавдия Ивановна Короткова. Награду получила ее дочь Светлана Рудская. Она активно участвовала во всех жизненных делах нашего города, района, была почетным жителем города. Ее знают многие люди, спасала многих людей. Честный, добросовестный человек, любимая моя мама. Ей спасибо за то, что она мне передала все свое хорошее. Я стараюсь не подводить ее. В номинации «Общественное признание» была награждена учитель, активист краеведческого движения Мария Ивановна Иванова. Ее племянница Любовь Сергеева очень тронута тем, что славянцы помнят и высоко ценят ее тетю. Отзывчивый человек, приятный, никогда никому ни в чем не отказывала. Старалась людям помочь, участвовала в общественной жизни. Очень большой души человек. Я благодарна городу, что ее помнят. Столько времени уже прошло, ее помнят и знают. Когда она в школе работала с учениками, она меня с собой брала, мы ходили к родителям, участвовала во всей общественной работе. Вела книгу «Память» в последнее время она. Спасибо большое всем, всем, кто ее помнит и знает. Всем благодарна я. Лучшие славянские артисты исполнили для собравшихся свои песни. Жителям Славянска на Кубани, да и всего славянского района, есть кем гордиться. Наши выдающиеся земляки – это прекрасный жизненный пример как для юношества, так и для славянцев всех возрастов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Спасибо.